Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь! Сегодня прекрасный день, и мы пошли в очередной поход. Тропа наша будет по направлению к Сазополю, мы увидим прекрасные пляжи, и посмотрим, может быть, какую-то деревню, если встретим. Пока не знаю. Итак, деревенька. Я, конечно, шучу. Это коттеджный поселок Святой Тома, по-русски Святой Тома, расположенный в 12 километрах от Сазополя и в 50 километрах от аэропорта Бургас. Огромный плюс это расположение коттеджного поселка. Каждое утро вы будете просыпаться под шум волны, слушать пение птиц, слушать шум волн, и, конечно же, у вас будет в доступности море каждый день. Напомню, моё видео не является рекламой, а поговорить сегодня я хочу о том, с чем сталкиваются обладатели этой прекрасной недвижимости в Болгарии. Итак, вы стали счастливым обладателем недвижимости в Болгарии, и как только эйфория от покупки прошла, наступает реальность. Надеюсь, у вас отличный бизнес-план, и вы хорошо подсчитали свои возможности, поэтому легко и непринужденно посмотрим, какие платежи вас ожидают впереди. Безусловно, домик в Болгарии обойдется вам гораздо дешевле, чем домик в Европе, но все мы прекрасно понимаем, что он будет требовать ежегодных вливаний денежных средств. Разделим ваши платежи на три части. Первая часть – это платежи за непосредственное потребление ресурсов, размер которых зависит от вашего потребления. В эти платежи входят электричество и вода. Тариф зависит от того, какое у вас подключение. Если подключение центральное, тарифы будут более стабильны. А если вы подключены через какую-то компанию, то вероятна возможность того, что тарифы будут постоянно расти. На своем примере скажу, что моя семья состоит из двух человек, и за свет мы платим примерно 90 лево, а за воду примерно 30 лево. Вторая часть расходов будет называться на ремонт. Напомню, что ваш домик стоит у моря и подвергается агрессивной среде, поэтому ежегодный ремонт практически неизбежен. Сумма, необходимая на ремонт, обычно устанавливается на собрании и решается путем голосования этот вопрос. Третьи ежемесячные платежи за эксплуатацию. Зависят они от тарифов и от договора с управляющей компанией. Также зависят они еще и от инфраструктуры на территории вашего коттеджного городка. Что сюда входит? Содержание охраны, уборка территории, садовник. Если на территории есть бассейн, содержание бассейна, содержание электрика, содержание сантехника. Я могу что-то упустить и, конечно, точный расчет этих платежей знает только обладатель этой прекрасной недвижимостью. Какой плюс? Во-первых, к вашему приезду вашу квартиру обязательно подготовят. Второе, если вы не любите готовить, на территории такого коттеджного поселка есть два ресторана. Согласитесь, это очень удобно. А великолепный вид из окна дорогого стоит. Сейчас вы видите еще один коттеджный поселок, который построен уже гораздо раньше. К сожалению, я не сняла его название и находится уже он в Созополе. Ну, а как вы понимаете, чем старше недвижимость, тем больше нам в нее приходится вкладывать. Надеюсь, я не сильно вас напугала рассказом о платежах. Ведь если вы мечтаете о таком домике в болгарской деревне, значит, у вас наверняка есть и денежки, чтобы заплатить за обслуживание этого домика. И, как говорится, деньги к деньгам. Ведь вы также можете и заработать на этой своей недвижимости. Вы можете сдавать ее в аренду. А поможет вам в этом ваша управляющая компания. Естественно, своей прибылью вам придется с ними поделиться. А берут они, скажу я вам, немало, от 30 до 50%. А если вы делиться не хотите, вы можете сами обладать полной этой суммой, но вам придется посуетиться и самому заняться сдачей в аренду своей недвижимости. А когда получите прибыль, не забудьте заполнить в Болгарии налоговую декларацию и заплатить 10% на прибыль. Мы вернулись домой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok